Речь идет о том, что представители боевых искусств, спаррингуясь со спортсменами, сами уподобляются спортсменам и именно это ведет их к фиаско. То есть они, условно говоря, играют по чужим правилам на чужой территории. Это совершенно очевидный вывод, мы уже об этом говорили, безусловно. И, наверное, здесь речь идет о том, что в конце этого вопроса мы видим, что мне иногда думается, что представители ортодоксального HVU и ГОДЗУ правы, они не спарринговали. Они очень жестко отрабатывают боевые элементы до полного автоматизма. Да, и сейчас существуют даже некоторые школы и клубы. Я не беру восточные, я беру даже постсоветское пространство, где тоже является неприемлемой спарринговой работой. Ну, тут, знаете, слушайте, как говорится, на вкус и цвет приятелей нет. И если вам, мне кажется, если вам хочется чем-то оправдать свое нежелание иметь спарринговую практику, то вы можете это оправдать вот таким вот образом. Но, мое мнение, меч в нужных ржавеет. Если вы не спаррингуете, то, наверное, вы теряете, утрачиваете большую часть своих возможностей. А самое главное, самое главное, спарринговая работа вас возвращает к реальности. Это очень важный момент, в том числе, ну, такого ментального плана, так, если можно сказать, сознания бойца, да. Почему? Потому что, я уже говорил, что мы должны все время пребывать в реальности. Не в фантазиях, не в предположениях на тему, да, а в реальности. А что вас вернет в эту реальность? Вот вы практикуете что-то, вы работаете над чем-то, там, усиленно, я не знаю, и так далее. Вам в голову может прийти, что при помощи цигун вы, как джедай, можете перемещать предметы и разбрасывать своих противников. Но в реальности, проверив это в спарринговой практике, вы убедитесь, что это далеко не так. Поэтому, мне кажется, спарринговая практика очень важна и всегда нужна, и всегда является уместной. Вот, поэтому, но это опять мое субъективное мнение. Было бы интересно узнать ваше мнение на этот счет. Вот, Грин пишет, спарринг, это задание тренера. Им нужен, в первую очередь, тренеру для выявления уровня спортсмена. Ну, конечно, для спорта это так. Безусловно, для того, чтобы отбраковать весь мусор, да, на самом деле, ребята, еще раз я напомнил вот эту вот свою идею о том, что спорт, это отбраковывание мусора. Приходят в клуб 200 человек, из 200 один только понадобится для соревнований, все остальные считаются мусором. Вот же такой спорт, это мое мнение. Вот, поэтому, да, спарринг в спорте, это именно так, это задача для тренера. Он таким образом выясняет, кого можно дальше двигать. У меня, например, такое было, когда я занимался плаванием. Я занимался на протяжении нескольких лет в юности своей, я занимался плаванием, какие-то разряды, там, получал всякую фигню вот эту. Вот, и, да, тоже был момент, когда меня переводят в какую-то, ну, условно профессиональную группу, там, юношескую, да, где мы впахиваем по 5-6 часов в сутки, там, например, в бассейне не вылезая. Я становлюсь практически их теандрами. Вот, потому что считают, что мы можем на соревнованиях выступать как-то классно. И вот нас все время гоняют, нас вот все время заставляют. А я вот плыву, например, да, и понимаю, мне сейчас 15 лет. 15 лет для спорта – это очень уже много. Это значит, до олимпийских каких-то международных соревнований я никогда не дойду. И я буду все время плавать, как дурачок, на местечковом уровне. Вот что я думаю, когда я плыву. Понимаете, да, я тот же самый мусор в плавании, который на самом деле не нужен. Он нужен только местечковому, вот этому клубу московскому, да, для того, чтобы на московских соревнованиях принести больше побед. Больше там золотых медалек вот этих вот, да. Вот все. Сергей пишет, цель – выйти живым. А как это выйдет, его личное дело. Нет, не согласен. Это не совсем правильно. Это ведет, скорее всего, к ошибочному поведению. Незрелая стратегия – причина печали. Я еще раз напомню замечательную фразу из «Скрыть пяти колец». Цель оправдывает средства – это, ребят, очень плохая модель для жизни. И очень плохая поговорка вот это «победители не судят». Ребят судят. Судят иногда ужасно. Это неправильный подход. Опять, если вы бойцы, вы комплексно себе представляете, и что вас ждет на улице, да, и каким образом из этой ситуации выйти без потерь, в том числе потерь с точки зрения последствий каких-то столкновений. И это важный момент. Поэтому каким образом, как попало там выходить из ситуации, с каким-то ущербом для себя – это неправильно. Добирать на одном то, что недоработано на другом – это тоже неправильно. Вы же тогда однобоким становитесь. Знаете, это все равно, что… Вот, у меня был приятель. Хороший был боец. Очень любил работать ногами. Но мощные были очень многие. Очень мощные, очень быстрые. И в какой-то момент этот человек решил, что он будет работать только одной ногой. Зачем тратить время и силы на развитие навыков обеих сторон, когда я буду работать только одной ногой? И вот представьте себе, раньше этот человек, да, он был ниже меня ростом, он там был на метр семьдесят, может быть, да, подпрыгивал он на два метра двумя ногами, одновременно бил в две разные цели, да, без вообще, без сложности, без вопросов. Вот так вот было легко. Начал работать одной ногой, и все, вот это вот все автоматически, логично ушло из его жизни. Не стал он лучшим бойцом. Поэтому, когда вы пытаетесь что-то, какие-то противовесы, уже искаженные, надо что-то искажать, а еще на это вешать какие-то противовесы, ребят, мне кажется, это неправильно. Это не гармонично, неестественно, неорганично, и имеет свои последствия такого же плана. Неорганичные, неестественные. Эдуард пишет, спарринг нужен обязательно, и легкие, и жесткие, но не спортивные, без бегания по рингу и обмен ударами. Мы практикуем, например, один нападает неожиданно с любыми ударами, другой контратакует. Окей, окей, замечательно, я совершенно согласен, абсолютно согласен с мнением Эдуарда. Эдуард продолжает, у меня на канале есть видео с неспортивным спаррингом. Окей, кто желает, можете перейти на канал Эдуарда, посмотреть. Так, Сергей пишет, про цели и средства. Понял, спасибо за разъяснение. Вам спасибо за вопрос, и вообще за все, что он пишет, это здорово. По поводу того, что бойцы ошибочно принимают себя за, как это сказать-то, за каких-то суперменов, для которых не существует границ, и поэтому сами себя создают границы, надевая вот эти вот перчатки, там, амбундирование, начиная работать со спортсменами по спортивным правилам, и считая, что они переиграют спортсменов по каким-то причинам. Конечно, да, это ошибочное поведение. Конечно, ребят, если вы профессионал в какой-то области, в этой области профессионально вы себя и проявите. В других областях вы ноль. Если вы играете в шашки, это не значит, что вы в шахматы тоже выиграете. Я надеюсь, вы понимаете. И наоборот. Поэтому я тоже считаю, что, когда возникает возможность спарринговой практики, вы должны практиковать по тем правилам, правилам, а лучше без правил, да, которые приемлемы для вас, для вашего боевого направления. Так, окей, дальше идем. Леонид пишет. И отработка элементов до автоматизма не заменяет спарринг. Конечно, согласен. Спарринг боевых искусств по факту имеет цикл, с точки зрения, наверное, защищающегося. Защита, контратака, завершение. Настоящий бой идет секунды. Долгий спарринг – это по факту набор таких циклов. Да, вы правильно абсолютно это рассматриваете. И именно поэтому я постоянно настаиваю на том, что спарринг должен быть максимально долгим. Я уже говорил, помните, что если вы можете вести спарринг в течение часа, ну, наверное, вы достигли уже какой-то нормальной цели. Или когда сдох ваш партнер, например, тут же вы переходите к другому партнеру. Ну, хотя бы час постоянного спарринга, если вы отрабатываете, да, значит, вы проходите большое количество этих циклов. И в этом смысле вы приучаетесь к ситуации, когда вы готовы работать и быстро. Вы же отрабатываете постоянно этот спарринг, да? Вы же быстро работаете, да? И готовы работать на протяжении долгого времени. Это, мне кажется, это очень важный момент. Это как для бегуна, понимаете, возможность бежать и долго, и быстро ценится больше всего. Так же и для нас. Возможность работать быстро в спарринге и при этом долго, я думаю, это самое ценное из спарринговой практики в принципе. И к этому надо стремиться.